Добрый вечер, уважаемые друзья! С вами Владимир Добров. Мы говорим о втором круге претендентов и третий тур, который состоялся сегодня, безусловно, был крайне интересен для российских болельщиков, так как Ян Непомнящий, лидер турнира, принимал на своем поле, так сказать, играя белыми, принимал Кирилл Алексеенко. Итак, что произошло в этой партии? Партия произошла достаточно непростая для Кирилла и Яну, могу сказать, очень здорово удалось в дебюте прихватить Кирилла, после чего партия перешла в техническую стапель. Итак, что же произошло? Итак, С4, конь Ф6, Ж3, такой достаточно редкий гибкий ход в дебюте, который часто черных смущает. И те шахматисты, кто не играет в таких ситуациях классически, С6 и Д5, что переводит к таким, в общем-то, дебютам рейти и прочим хитросплетениям вот этих вот фианкетто, часто попадают в ситуацию, где им нужно не только помнить, но и решать определенные вопросы. Итак, Кирилл решил сыграть классический, решил сыграть Е6, пытаясь перевести в позицию каталонского типа. Ян был не против, сыграл конь Ф3. Опять-таки, обращаю внимание, что пешка на Д2 пока задерживается в движении, в этом и состоит, как говорится, хитрость данного порядка. Но основной тематикой, принципиальной, которой считалось всегда и считается до сих пор, является ход Д4. В этом случае, конечно, игра начинает принимать совершенно другой характер. Белые имеют весьма с возможностью, начиная с рокировки, заканчивая Б4 и хитрыми дополнительными мотивами, так или иначе друг другом они пересекаются. Но, в целом, черные стараются впоследствии сыграть конь С6 и сыграть Е5. По большому счету, такой порядок, который, можно сказать, черных в некотором роде может быть даже амбициозным, является, ну, такой, так называемым отправным пунктом, такой табий, который является принципиальным. Ну, второй ход, который осуществил Алексеенко, Кирилл взял на С4, пытаясь перевести к знакомым позициям, оказался не так им хорошо знаком, как ни странно. Ферзь С2. Ферзь С2, именно в этом хитром ходе заключается тематика белых. Они экономят на рокировке на ходе Д4, пользуясь тем случаем, чтобы опять в такой ситуации сыграть просто нельзя из-за хода кони Д4 с мгновенной победой. Ну, и приходится играть С5, и черных, основная идея после хода С5, это развитие слона С8, крайне важное развитие, очень быстрое развитие, оно осуществляется именно после хода Ферзь С7, такой ситуации. Затем черный ставит пешку на Б6, в некоторых позициях и на Б5, может быть, более амбициозно, но на Б6 достаточно надежно. Б6, затем слон Б7, ну и, в общем-то, игра приобретает следующий вид, скажем, маркировка Б6, затем белый играет Д4, ну и черный выходит слоном на Б7. Это отправная точка, так сказать, табия данной позиции. Могу лишь сказать, что данный порядок в свое время, как я помню, играя во французских чемпионатах, во французских международных турнирах, опенах, я, помнится, общался с Владом Ткачевым, известным французским гроссмейстером, ну, французским условно, понятно, нашим, советским матерым, как говорится, завсегдатаем. И он как раз-таки советовал это хитросплетение, которое, кстати, встречалось неоднократно в партиях других французских монстров, таких как Лоран Фресене, который входит в штаб-квартиру, в штаб помощников самого великого Карлсона. Ну и, помимо того, из наших матерых мастодонтов опен-турниров, прежде всего, можно отметить известнейшего Владимира Бурмакина. Ну и, в общем, такой порядок, безусловно, очень хитрый, заставляет черных решать конкретные вопросы. И вот здесь Кирилл, видимо, то ли забыл, то ли не припомнил, то ли попытался свести к чему-то знакомому, но не пригляделся. И нюансов всех до конца, видимо, не знал или все-таки, скорее, не помнил. И он сделал ход слон Е7, который уже ведет к тяжелой позиции, как по игре, так и по статистике, в которой по большому счету белые получают достаточно драмовой перевес, от которого невозможно уйти. После слона Е7 я наркировал, также произошла наркировка, последовал ход Д4, и мы видим, что фланг черных, фланг черных, прошу прощения, не развит. Нет времени на движение Б5 в связи с мгновенным вторжением коня на Е5, и диагональ висит, поле С6 прослабляется и так далее. Также выясняется, что у черных по большому счету нет развития автоматически, а у белых все фигуры развиты и выходят на все натуральные поля, после чего становится достаточно тяжко. Итак, ну, тем не менее, приходится так играть, СД конь Д4, ферзь С7, мы видим с опозданием этот ход произошел на доске. Ну, и Ян самым простым образом здесь отреагировал. Ладья идет на Д1, то есть мы видим, что слон каталонский работает как часы, не знаю какие, каталонские или швейцарские, но неважно. Слоны Ж2 очень мощный, в этом и заключается вся его сила, в том, что он просто всю доску контролирует. И приходится черным еще делать такие достаточно второсортные движения, но тем не менее, они уже обязательны, так как у черных просто-напросто нет пространства, нет возможности двигаться. Возможно, какие-то движения типа конь Б6, они, в общем-то, по большому счету не меняли ситуацию. Белые просто надвигали, развивали бы слона С1, подводили ладью на С1, то есть игра более чем простая. Тем не менее, ладья Д8, слон Е3 позволила белым напрочь захватить инициативу, и вот эту позицию уже можно окрестить как тяжелейшую. Что грозит? Что грозит? Ну, грозит, как любят, говорят, гроссмейстеры, угроза. Грозит угроза. Какая именно? Непонятно, но тем не менее. Давайте посмотрим. Нет никаких разгрузочных операций в связи с тем, что происходят перегрузы, либо шахи, везде есть промежутки. Что делать на слон ДС-7? Какой ситуации? Ну, на слон ДС-7 белые могут взять под контроль коня на Б6, таким образом, рентген страшнейший. И, по большому счету, черным надо делать еще один совершенно фантастический ход слон С5. Вот да, все. Ну, чисто визуально и чисто, как говорится, по-мужски такой ход сделать крайне непросто, потому что вы дополнительно еще раз связываете вашего ферзя, и объективно позиция тяжелейшая. Но, опять-таки, с другой стороны, вот сразу и конкретно этим как-то воспользоваться нельзя, но белые, скажем, могут сыграть слон Ж5, и ситуация особо не меняется. Ладья С8, например, но и проиграть, по-меру, следующую структуру, которая, ну, в большом счету, выглядит очень подозрительно. Все начинает подвисать, и всякие ходы типа слона А4, они, скорее всего, как говорится, уже являются предсмертными. Ну, что тут сказать? Сказать, что это дебютная катастрофа, но, скорее, да, потому что получилось именно так. После Ладья С1 позиция черных начинает трещать по швам, то есть везде перегрузы, не хватает развития, а у белых все абсолютные фигуры уже работают очень мощно по центру. Сыграл Кирилл Е5, конь проникает сразу же на слабое поле, произошли размены, попытался Кирилл здесь хоть как-то ситуацию сгладить, сыграв конь С4, не знаю, может быть, стоило пытаться сыграть Ж6. Но и в этом случае ферз мог скачать как на Ф3, так и на Б1. Ну, масса совершенно спокойных, неторопливых ходов, и я напомню, что у белых преимущество двух слонов в Иншпиле. Миттеншпиль также крайне тяжелый, слабо поле Д5, ну и, в общем-то, объективно позиция уже на высоком уровне является технической. Что еще можно было предложить? Как-то подменять ферзей тоже здесь крайне непросто. Везде конь на Б6 под атакой. Ну и, в общем, Кирилл решил сыграть вперед, как говорится, ничего не боясь в своем излюбленном стиле. Но после хода слон Ж5 мы видим, критическое поле Д5 пробивается еще раз. То есть белые предлагают вот такую вот идею, как взятие на Ф6 и элементарный заход на Д5. Приходится меняться на Д1, конь Б1, страшнейшая связка, конь провисает. После чего Кирилл пытается на тактических операциях эту связку обесточить. Но Ян играет максимально практично и очень жестко. Взял на Ф6, сыграв слон Е4. Элементарным образом висит пешка на Ж7, ее защитить практически невозможно. Подготавливается еще и ход Б3. По большому счету игра уже сделана и остается, как говорится, лишь добить. Но, как известно, в шахматах, как и в любом виде, самое сложное это выиграть или реализовать перевес. Выиграть выигранную позицию или реализовать перевес. Итак, после Ф5, Конь С3. Очень важный ход, не стал он брать на С4, какие-то сложные шахи давать. То есть, вдруг еще что-то произойдет, какая-то интрига. А сыграл очень надежно, то есть, Конь идет на Д5. То есть, сохраняются все угрозы, все висит. Приходится играть Король Ф8 и Конь заходит на Д5. Здесь нет возможности взять на Д5, потому что после слона Д5, Ферзь Д5 следует мгновенно Ферзь С8 с отъемом Коня на С4. Но и, в общем-то, здесь уже дело, как говорится, голой техники, как любят говорить. Говорить даже кандидатам Мистера Спорт. Значит, что можно сказать? После хода Конь Д5, последовал ход Б5. И мудрствую лукаво взял наш С7, угрожая матом в один ход. Пришлось отдавать качество с такой, в общем-то, небольшой идеей двойного удара. Ну и здесь самым таким простым ходом, который трансформирует перевес, и велся ход ладья С4. БЦ Е4. Не стал даже Ян считать варианты, на которых она ставит компьютер. Ферзь Х8, Ферзь А8. А надежно сыграл Е4, таким образом заблокировав и зафиксировав свой сильного слона на Д5. Ну а далее мы видим, произошло следующее. Проник на С8, угрожает как Ферзь С4, так и Ферзь С7. С потерями, урон фантастический. Ну и после взятия у белых образовалось уже две лишние практически пешки. Так кажется, что две, но на самом деле их уже действительно две. Потому что на Ф7 пешка тоже падает. Ну и при разнопольных слонах, при тяжелых фигурах, как и без них, это огромный перевес и сила слонов не даже сопоставима. Слон на Д5 мощнейшая позиция занимает. Кирилл предложил размен Ферзей. Это, возможно, был последний шанс. То есть, ну на что шанс? На то, что белые возьмут на Ф7 и как-то будут еще черные отбиваться без двух. Но более четкий ход осуществил Ян Ферзь С7, Ферзь Д7. Дал шаг, ну и по большому счету теперь выяснил, что на Ферзь Д6 Ян даже не обязан брать на Д6. А может дать шаг на А7, потом съесть пешку на А6. Ну и, в общем-то, вернуться к истокам и потом двигать пешку А, либо Аш. Таким образом, после хода Ферзь С5 партия завершилась в пользу Яна. Ну что можно сказать? Конечно, большая и важная очень победа для Яна. И, конечно, очень неприятное поражение. Но поражение прежде всего дебютное. Видно, что был не подготовлен Кирилл к этому исходу, к этому порядку ходов. Ну и, в общем-то, Ян победил абсолютно заслуженно, надо отметить. И одержал очень важную победу, сделав очередной шаг к успеху, которого многие из российских болельщиков очень ждут. Но впереди еще 4 тура. Не забываем, что все может измениться мгновенно. Я желаю всем успеха. Играйте в шахматы, изучайте дебюты, изучайте нюансы. Ну и не забывайте про вариант Фрифсина и Бурмакина, по которому я сегодня вам немножко рассказал. Будьте здоровы, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok